Как изменится Карелия в ближайшие годы? Газификация, строительство новых объектов здравоохранения и улучшение инфраструктуры. В правительстве Карелии рассказали о ходе работ в рамках федеральной целевой программы развития региона до 2020 года. Подробности знает Эдуард Тор. Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов отметил, что в федеральную целевую программу включены 36 объектов. Сейчас по 24 из них проведены конкурсы и заключены контракты общей суммой почти в 2,5 миллиарда рублей. У нас уже проведены торги, заключены государственные контракты и часть подрядчиков уже приступила к выполнению работы. Остальные контракты, в первую очередь это новые объекты, которые только 10 ноября появились в программе, будут торгованы и определены подрядчики в декабре до конца текущего года. В Торозаводске за счет средств ОЦП реконструируют мост на улице Кирова. Сейчас по нему запрещено двигаться большегрузом и троллейбусом. На работы будет выделено 63 миллиона рублей. Сдача в эксплуатацию запланирована в 2020 году. Кроме того, в рамках программы в регионе пройдет масштабная газификация. Газораспределительные сети построят в Волонецком и Петкеранском районах, а в столице Карелии газифицируют за реку. Еще 250 миллионов рублей направят на реконструкцию здания Музея Карельского фронта в Беломорске. Много планов и в сфере здравоохранения. В рамках ФЦП планируют выполнить три проекта в Петрозаводске. Среди них строительство блоков А и Б межрайонной больницы на Древлянке. Проектно-сметную документацию подрядчик должен сдать к лету 2019 года. Там в одном крыле будет находиться именно часть подразделений Республиканской больницы имени Баранова. Там отделение гинекологии, урологии, эндокринологии, реанимации. И другой корпус – это будет поликлиника для взрослого детского посещения. Для бурно развивающихся районов нашего города – это Древлянка и Береванка. Помимо этого, в новую редакцию ФЦП включены строительство современного приемного отделения в БСМП в Петрозаводске и реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы имени Баранова с надстройкой над приемным отделением сосудистого центра. Основной объем работ на этих объектах будет выполнен в следующем году. Держать на контроле все медицинские вопросы в Республике теперь будет не Марина Швец. Кадровые перестановки произошли в правительстве Карелии. Исполняющим обязанности министра здравоохранения региона назначен Михаил Охлопков. Новый руководитель Карельского Минздрава работал в Республике Саха зав. отделением детской хирургии, педиатрического центра и главным врачом Центральной районной больницы. А до настоящего времени был министром здравоохранения Якутии. Марина Швец, руководившая до 5 декабря Карельским Минздравом, теперь будет советником главы Карелии. К другим темам. Жители поселка Панозера ежедневно рискуют жизнью и здоровьем. Чтобы добраться до своего дома, они вынуждены ходить по тонкому льду, еще не основательно замерзшего водоема. Другой возможности добраться до населенного пункта у них просто нет. От безысходности они выкладывают в сеть видео с призывами о помощи. Рискнуть жизнью, чтобы встретиться с отчаянными жителями Панозера пришлось и съемочной группе Сампо ТВ-360. Мы идем до того берега по льду. Лед встал совсем недавно и кажется, что он очень тонкий. Подобный путь с одного берега реки Кемь на другой жители поселка Панозера проходят ежедневно. Ширина реки около полукилометра. Идти страшно, но другой дороги нет. По Карелии же водоемы все закрыты, нельзя выходить на лед, а у нас можно. Мы так все время ходим, да, и тонем, да, и проваливаемся. Вчера, когда была автолавка, в четверг, продавщица пошла, провалилась. Не пройти ни отсюда, не проехать ни оттуда. Я писала отказную, чтобы у меня ребенок был в тяжелом состоянии, я лечила своими силами. Молила, чтобы он у меня не умер. При низких температурах люди добираются до поселка по ледовой переправе. Ее заливают под контролем МЧС. До сильных морозов по реке ходил паром. На нем приезжали врачи. С его помощью в поселок доставляли продукты питания и почту. На прошлой неделе паром, отслуживший 20 лет, вышел из строя. Более 300 жителей поселка и деревни Панозера оказались практически отрезанными от жизни. Единственной ниточкой к спасению оказался интернет. Они сами записали и выложили в сеть ролики о своей беде. Вот начали поливать речку и говорят, ходите по льду. Паром поставили, ходите по льду. Как тут по льду пойдешь, если там полыня, на той стороне вообще открытая вода стоит. Чтобы найти решение проблемы с жителями поселка, встретился глава администрации Кемского района Юрий Разумейчик и карельский премьер-министр Александр Чепик. Посмотрели этот паром, который есть, абсолютно точно его эксплуатировать нельзя, опасно для жизни. Поэтому этот вопрос мы, я думаю, в ближайшие 2-3 месяца мы решим. Мы в любом случае плечо поселению района по решению этого вопроса подставим. Мы вас здесь одни, на одни свои проблемы не оставим, это 100%. В силу определенных финансовых средств мы все эти годы просто этот паром ремонтировали. Вытаскивали, каждый год ремонтировали, спускали на воду. Но столько лет прошло, и техническое состояние уже таково, что ремонт практически уже невозможен. Премьер-министр пообещал, что решение будет принято в ближайшую неделю. Мы сейчас рассмотрим 3-4 варианта решения данного вопроса. Могу сказать, какие варианты. Это приобретение похожего кусочка парома, который у них был, понтона. Это строительство понтонного моста, возможно. Может быть, вопрос даже по капитальному мосту мы тоже рассмотрим, потому что такие варианты тоже возможны. Либо строительство парома, который в виде лодки плавает и обеспечивает транспорт доступности по обоим берегам. К весне проблему решат. Но пока лёд не окреп, местные жители продолжают добираться до своих домов по замёрзшей реке. Евгения Лёгкая, Александр Борисов, Сампо ТВ 360, Кемский район. Продолжаем. Более 10 маршрутов для старшего поколения разработали туристические компании Карелии. Стоит сказать, что в организации подобных путешествий для пожилых людей наша республика стала первооткрывателем. И за этим процессом пристально следит наш корреспондент Светлана Воробьёва. Ветлазира сортовала Рускеала гора Филина. Более 20 объектов вошли в маршрут, который тестировали эксперты по проекту «Доступный туризм для старшего поколения». Задача стояла непростая – выяснить, какие из них интересны пожилым путешественникам и насколько объект готов к приёму туристов серебряного возраста. Организация вот этого вида туризма требует специальных подходов, специальных усилий для того, чтобы адаптировать инфраструктуру для людей пожилого возраста. Ну, старшего возраста, скажем так, серебряного. Оценивали по трём критериям – доступность, интересы, качество. Неожиданно заинтересовал участников тура дом карельского языка в Ветлазире. Памятник Крест Скорби, посвященный Зимней войне 1939-1940 годов, также в лидерах по интересу, но аутсайдер по качеству. Инфраструктура – старая парковка, отсутствие туалетов, указателей и дорожек. В продолжении этой темы новый туристический объект вблизи Лахденпохи – гора Филина. Здесь тестирующие простили собственникам. Крутые спуски и подъёмы. Объект новый, необычный, креативный. Оценили высоко. В этом году мы приступили к строительству военного лагеря. Год назад было построено кафе, которое мы запустили для организации питания туристов. Отмечали эксперты и сам маршрут. На этот раз его максимально насытили. Для пожилых людей это может быть утомительно. На мой взгляд, конечно, в первый день вот этот вот длинный переезд очень до Лахденпохи всё-таки может быть утомительным, если мы говорим о людях определённого возраста. В результате тестовой поездки экспертов Карелии родился новый маршрут. Специально для пожилых туристов. Его назвали Европейская Карелия. А сегодня на второй конференции Центра развития социального туризма не только подвели итоги первого проекта, но и дали старт следующему этапу. Теперь для того, чтобы процесс путешествий был ещё более комфортным, безопасным, спокойным и интересным, мы подготовили второй проект, который в рамках нашего первого получил наименование «Волонтёр». Доступный туризм для старшего поколения «Волонтёр». В ближайшее время соответствующие учреждения совместно с Центром напишут специальный образовательный модуль для обучения волонтёров в сфере социального туризма. Группа добровольцев подготовит к апрелю следующего года. Светлана Воробьёва, Борис Касьянов, Владислав Бутников, САМПО ТВ 360. Карелия вошла в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и получила более 7 миллионов рублей на развитие волонтёрства. Соответствующий сертификат министру спорта Республики Александру Воронову вручили в Москве на Международном форуме добровольцев. Сегодня в Карелии 15 тысяч добровольцев. Они участвуют в крупнейших мероприятиях российского и международного уровня, организуют городские и республиканские акции. Волонтёры трудятся в самых разных сферах. В Международный день добровольчества наш корреспондент Наталья Кузьмина пообщалась с зооволонтёром Первого Петрозаводского общественного приюта. Те, кто там служат, свой труд не считают работой. Для них это дело жизни. Кто становится волонтёром и для чего это нужно? Праздничные, выходные дни и даже просто несколько свободных часов до или после работы Светлана Бочарова проводит в приюте для бездомных животных. Не прийти сюда она не может. Здесь каждый день её ждут сразу несколько собак. Бонюшка, Боня, Боня моя хорошая. Моя хорошая. Это мой любимый вольер. Это моя кураторская собака. Она у меня в приюте уже живёт 4 года. Но, к сожалению, не очень пристраивается, потому что пугливая, боится людей. Кроме 4-летней Бонни, Светлана курирует ещё двух живущих в приюте собак. Щенка по кличке Дарси и годовалого Джонни. Это подарок мой на день рождения. В день рождения позвонил знакомый и сказал, что щенок раненый. И вот в день рождения мы отмечали в клинике. О существовании в Петрозаводске первого городского приюта для животных Светлана узнала из соцсетей. Среди её друзей не было волонтёров. Пять лет назад она впервые переступила порог приюта, ещё не зная, что останется здесь надолго. Встретили меня хорошо. Я первый день выгулила 15 собак. Безумно устала. Пришла домой. Я думала, что я приду в приют и буду плакать, честно сказать. Ну, так я поняла, что они, в общем-то, в приюте накормлены, сыты, за ними убирают, с ними гуляют. В приюте вот уже несколько лет на постоянной основе работают порядка 10 волонтёров. Светлана говорит, эти люди стали для неё второй семьёй. Они общаются, вместе отмечают праздники, помогают друг другу в различных проектах. В таких, как, например, реабилитация детей с помощью канистерапии, когда в роли врачей выступают специально обученные собаки. Помимо работы в приюте, Светлана помогает коллегам проводить такие лечебные сеансы. Нас связал приют, нас связали собаки, нас связали общие идеи. И это уже, наверное, стиль жизни. В свою семью зоозащитников волонтёры с радостью примут новых добровольцев. Рабочих рук не хватает. Сейчас в приюте живёт порядка 130 собак и 80 кошек. Главное требование к волонтёрам – это любовь к животным. Остальному, говорит Светлана, здесь научат. Приходите к нам в приют, гуляйте с собачками, участвуйте в акциях. Сил терпения нашим волонтёрам. Очень рада, что у нас есть хорошая команда. Всех поздравляю с Днём волонтёра. И Миша тоже. Наталья Кузьмина, Владислав Будников, САМПО ТВ 360. В Кондопоге начались работы по консервации Успенской церкви. Над уцелевшими фрагментами храма установят защитную конструкцию. Это позволит не только сохранить важные фрагменты и защитить их от непогоды, но и создать условия для их дальнейшего обследования. На установку временного укрытия выделили 300 тысяч рублей и средств, собранных благотворительным фондом «Северный духовный путь». Такое решение принял Попечительский совет по восстановлению Успенской церкви. Также до конца года будут проведены работы по утилизации сгоревших бревен храма, а демонтированные элементы Успенской церкви будут перевезены в складские помещения для их последующей реставрации. Храм преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких в Беломорске известен не только своей красотой. Молодой священник этого храма разводит кроликов и голубей. Животные, считает отец Вадим, способствуют душевному комфорту и внутреннему спокойствию. Евгения Лёгкая побывала в храме и поговорила с молодым священником. Отец Вадим знает по имени каждого прихожанина. Многих детей он крестил. Именно для них он в прошлом году построил на территории храма детскую площадку и поселил кроликов. Здесь большое количество, особенно летом, детей. В разный период люди приходят, приносят с собой из дома капусту, морковку, кормят. То есть мы даже почти их сами не подкармливаем. Хаски Луна при храме живет уже второй год. Она стала любимцем взрослых и детей. Привет. Живешь? Тут живешь. Хорошая. Охотится только за кролями. Еще на территории храма отец Вадим приютил голубей. Хочет завести пони и оленя. Любовь к животным у него с детства. Бабушка и дедушка были ветеринарами. Сколько себе помню, я всегда наносил домой всякую живность. От жучков к паучков до каких-то собак. И любовь эта осталась у меня к животным. И вот таким образом мы совмещаем и мою любовь к животным, еще и детей стараемся приобщать. Отец Вадим живет в Беломорске уже четыре года. Приехал на берег Белого моря после окончания Хабаровской духовной семинарии по приглашению епископа Игнатия. Ему всего 25 лет. Он молод и полон новаторских идей. Хочет изменить отношения детей и молодежи к церкви. Поэтому его храм и территория вокруг – это место, где можно отвлечься от бешеного ритма современной жизни, найти решение житейским проблемам. Люди сейчас, сталкиваясь с проблемой на работе, в семье нет выхода. А человеку иногда достаточно просто успокоиться, просто остановиться, подумать, анализировать какое-то. И территория в данном случае храма, порог, само собой располагает, прийти просто отдохнуть. Храм уникален снаружи и изнутри. Самому старинному образу около 400 лет. Икона Богородицы была дарована приходу в обожженном состоянии. За несколько лет она сама очистилась. Икона с изображением святителя Алексея Митрополита Московского, Николая Чудотворца и святой царицы Александры тоже имеет свою особенность. На ней появляются неизвестные нам потоки. Что это, я тоже сказать не могу. Рядом висит икона, находится икона, на ней ничего не появляется. Когда мне говорят, что это, возможно, комбенсат и так далее, рядом висит точно такая же икона, в таком же киоте, на ней ничего не появляется. Поэтому от настоящее сказать, что это точное верночение, нужна и пархиальная комиссия. То, что удалось сделать отцу Вадиму, тоже можно назвать чудом. Храм стал местом встречи горожан. В том числе, благодаря общению с животными. Священнослужитель считает это маленьким вкладом в счастье каждого прихожанина. Зима идет, зиме – дорогу. Петрозаводчане готовы встать на лыжи, но снега практически нет. Однако это не пугает истинных любителей лыж. Пешей прогулкой по трассе и соревнованием по ориентированию горожане открыли очередной фестиваль «Зимние фонтаны». Наша съемочная группа увидела, как это было. Городской фестиваль «Зимние фонтаны» всегда стартовал с наступлением календарной зимы в первое воскресенье декабря. Последние годы погода не жалует любителей лыж снегом, но это их не останавливает. Регистрация на городской фестиваль «Зимние фонтаны-2018» началась в 10 часов утра, а к 10.20, как нам сказали, уже было зарегистрировано более 100 участников. На регистрации выдавали карточки участников с электронной регистрацией. Всем пришедшим сегодня прогулку засчитывали автоматически и дарили на память фирменный календарь. Можно также сходить и пешком, и с колясками, и с санками. Мы ждем всех. Мы катаемся, в принципе, все выходные мы не пропускаем. Три года подряд мы становимся лауреатами, то есть мы проходим все отметки, делаем. Катаемся, стараемся еще не на неделю, если получается, это в отпуске. Мы участвуем в соревнованиях. В этом году любимая лыжная трасса Петрозаводчан стала более комфортной. Здесь построили подстанцию, спланировали подъезд и расширили его, сделали пешеходный тротуар с ограждением, расчистили участок территории от опасных деревьев. Все это стало возможным благодаря победе в проекте формирования комфортной городской среды, в котором на все работы выделили порядка 4 миллионов рублей. Это первый этап благоустройства фонтанов. Здесь, конечно, еще на трассе очень много надо сделать на самой. Ее нужно спланировать, сделать водоотведение, чтобы все понижения отрегулировать, чтобы отвезти воду. И, конечно, очень хочется, чтобы было освещение. В этом сезоне у фестиваля новый талисман – веселый лось. Сувениры с его изображением будут дарить за пройденные этапы. За 10 выходов – значок, за 20 магнитик и кружку, за 30 брелок. День открытия фестиваля, несмотря на отсутствие снега, отметили спортивным, соревнованиями по ориентированию. Три, две, одна, старт! Итак, до встречи в час нуль-но здесь, пожалуйста. Обычно за сезон на трассу «Зимние фонтаны» выходит порядка 900 зарегистрированных участников. В этом году устроители фестиваля надеются подойти к тысячному рубежу. Светлана Воробьева, Владислава Будников, Сампо-ТВ, 360. На этом завершим итоги недели предстоящей. Подведем 15 декабря. Всего вам доброго и приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова